Церемония награждения победителей по мини-футболу прошла в Брестском областном лицее имени Петра Мироновича Машерова. Показать и проявить себя слаженно в командной игре – дело не из легких. Брестские любители мини-футбола готовились заранее, а накануне соревнований ребята намеренно увеличили количество тренировок, чтобы поднять свои спортивные навыки и достичь лучшего результата. На момент того, когда мы узнали, что соревнования будут проводиться в каких-то числах, мы удвоили количество наших тренировок, что-то пододвинули и у нас было две тренировки в неделю, чтобы подготовиться к соревнованиям, вспомнить. Мы шли с девизом «Не главная победа, а главное участие» и было приятным бонусом занять наше первое место в этих соревнованиях. Призовые места распределились так. Диплом за волю к победе получила команда колледжа сферы обслуживания. Третье место заняли спортсмены областного лицея имени Петра Мироновича Машерова, второе – футболисты команды лицея строителей, а вот первое место заняла команда колледжа «Бизнеса и права». Наш лицей носит имя Петра Мироновича Машерова и, безусловно, принять участие в турнире, посвященном его памяти – это для нас дело чести. Наша команда приняла участие, наши ребята молодцы, сражались, боролись, вошли в тройку призеров. Мы очень довольны, что память Петра Мироновича, она действительно в нашей республике, в Беларусь, она празднуется, она является чем-то очень важным. Очень важным и для молодежи, и тем более для более старших поколений, которые помнят еще деятельность Петра Мироновича, некоторые знали его лично. Судьи не могли не отметить лучшего вратаря, нападающего и защитника соревнований. Ведь команда команды, а стать лучшим надо уметь и приложить много усилий. Ребятам вручили свои заслуженные подарки, мячи для футзала, дипломы и благодарственные письма. Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к памятной доске идейного вдохновителя турнира Петра Мироновича Машерова. И без сомнений, каждый участник получил заряд бодрости от соревнований и готов покорять новые спортивные вершины.